Всем привет, мои дорогие! Я рад вас приветствовать на моем YouTube-канале. У нас сегодня будет интересное видео с распаковками разных коробочек, бьюти-боксов. Это всякие подарочки, которые мне приходили до Нового года. Приходили они после Нового года. В общем, все то, что я не успел еще распаковать. Сегодня хочу распаковать вместе с вами. Посмотреть, что же там интересного выходило на косметическом рынке. Возможно, вы даже какие-то продукты уже успели попробовать. Я буду рад почитать ваши комментарии с ощущениями вашими и с вашим видением на эти продукты. Так что я надеюсь, что вам данное видео понравится. Поэтому, если хотите видеть меня на YouTube чаще, не забывайте мне поставить лайк, написать комментарий. Также подписаться на этот канал. А мы давайте будем начинать. Так, и первое, с чего хочется начать. У меня тут на самом деле много посылочек, наверное, штук 5. Давайте начнем вот, которая поближе ко мне. Это у нас бренд 7day. И это их, как сказать, бренд внутри бренда, который называется BeColor. И тут, кстати, есть всякие интересные продукты. Естественно, когда я это все распаковывал, я немножечко заглянул. Но я старался ничего не щупать, ничего не трогать. И многие даже упаковки не прям до конца раскрывал. Поэтому, поверьте, для меня тут много будет тоже чего нового. Я просто так заглянул и посмотрел вообще, что тут лежит. Тут лежит, кстати, у нас косметичка. А лежат вот такие вот всякие штучки, которые мы с вами поближе еще раз смотрим. И лежит еще одна косметичка с декоративной косметикой. Я думаю, что коробочку можно будет отставить и более подробно поговорить о том, что конкретно находится в этих косметичках. Давайте начнем с первой серенькой косметичкой. Вообще, с брендом BeColor я знаком. И с новых их запуском, который называется BeColor Professional, я тоже знаком. У меня были ролики уже в моих социальных сетях с этим брендом. И в Телеграме я выкладывал, и в ЭК-видео я выкладывал. Так что, если кому интересно, можете на меня там тоже подписаться, посмотреть. Потому что в Телеграме я стараюсь больше постить свою такую ежедневную жизнь, какие-то свои наблюдения. А в ЭК я выкладываю разные ЭК-видео. Так что можете тоже там посмотреть. Ну и в принципе в Шотце я их тоже выкладываю. Поэтому можно посмотреть их будет везде. Все у нас тут красивенько завернуто. Вообще, конечно, красивые косметички, красивое оформление. И в принципе приятно получать такие подарочки себе. Это, кстати, подарок, который уже пришел после Нового года. И здесь у меня лежит вот такая тушь. И лежит вот такая тушь. Все это находилось вот в такой вот красивой косметичке. Косметичка, кстати, очень красивая. И тут еще кое-что я забыл. Тут еще у нас лежат вот такие жемчужинки. Давайте теперь более подробненько посмотрим на каждый продукт, который здесь находился. И первое, с чего хочу начать, это вот такая многофункциональная палетка для всего. Потому что этой палеточкой можно сделать и макияж глаз, и макияж лица. Вообще, эта палетка представлена в двух оттенках. Есть вот этот вот оттеночек номер 01. Он, кстати, такой более для загорелых. Есть еще одна палеточка в оттенке номер 02. Она более для светлых. Вот ту палетку, которая 02, которая у меня, к сожалению, сейчас нет с собой, но у меня есть на работе. Она мне очень понравилась. Потому что та палетка классная. Там классные розовые румяна. Там хороший контуринг. Там хорошая пудра. И самое главное, за что я полюбил вот эту палетку. В ней достаточно хорошие, качественные спарклы. И также в этой палетке офигенный черный. Но это вот я говорю про палетку номер 02. Я надеюсь, что в этой палетке будет черный тоже офигенный. Это, знаете, я одно время вообще ненавидел и никогда не пользовался никакими черными тенями. И мне казалось, что у меня не получится красивого макияжа с черными тенями до тех пор, пока не появился тренд прошлогодний на Памело Андерсен. И все хотели делать такие черные смоки. В общем, такие граншевые макияжи в стиле 90-х. И я начал искать классные черные тени и понял, что у меня их вообще нету. И как раз-таки в такой палетке, только в номер 02, я нашел офигенные черные тени, офигенный холодный спаркл, который прям классно сочетался с таким типом макияжа. И румяна там были, которые идеально подходят. Эта палетка, она такая более теплая, для более таких, наверное, загорелых девушек. Я, честно, не пробовал именно вот эту палетку. Я ее попробую и тоже обязательно вам как-нибудь про нее расскажу. А если вы хотите, то мы можем сделать не просто когда-нибудь вам расскажу, а я могу снять формат видео, как я снимал вам раньше, где у нас идет макияж. И плюс моя говорящая голова, где я вам рассказываю про свои ощущения от этой косметики. Если вы хотите такие видео, то, пожалуйста, пишите мне в комментариях, и я обязательно сниму что-то подобное. Дальше здесь шла вот такая вот красивая розовая палеточка. Вообще перезапуск вот этой вот серии, или это, не знаю, дополнительный запуск, я бы так же так сказал, серии BeColor Professional, мне кажется, получился очень красивым. Потому что и упаковки качественные, и вот эти все рефильчики со всякими вот этими выдавленными штучками. И вот то, что тут такие формулы всякие модные, вот эти спаркальные. Кстати, вот это двойной оттенок, это идет акваподводка. Светло-розовая, такая более фуксия розовая. Мне колледжица получился очень красивым, потому что и дизайн, мне кажется, такой прям, знаете, ну, выглядит прям все очень едино. То есть прям чувствуется такой стиль бренда, что он такой какой-то молодежный, профессиональный, такой какой-то красивенький. Также, что хочется вам еще показать, что было в этой косметичке, это вот такие муссовые румяна. Вообще, вот это, это просто пушка. За это просто огромное спасибо Seven Day, огромное спасибо команде BeColor, потому что это нереально классные, модные, красивейшие, муссовые, мягчайшие румяна. Они, посмотрите, какие они прям бархатистые, они растушевываются на коже просто вот за вас. Эти румяна, кстати, по своей формуле и структуре очень сильно похожи на румяна от бренда MAC и на еще более дорогие румяна от бренда Rosy Ink, которые популярны в разных макияжных колуарах. Вот, и в общем, эта формула просто один в один, очень красивые цвета, кстати, это какой-то оттенок для меня новый. Единственный вот минус для меня, что не подписывают оттенок на самом футляре, то есть сам оттенок остается вот тут вот на бумажечке, это у меня оттенок номер 04, а вот на самом футлярчике оттенков нет. Я все время, когда пользуюсь этими румянами, я уже ими работаю, наверное, месяцев 5, может чуть меньше, и крашу там на мастер-классах, еще где-то мне спрашивают, а что за оттенок, что за оттенок, что за оттенок, а я поворачиваю, а там ничего нет. И вот это не очень удобно, конечно, можно взять, приклеить эту наклейку сюда, но мне, честно, просто впадло этим заниматься, поэтому если кто-то из команды 7 Day BeColor меня посмотрите, пожалуйста, сделайте хотя бы малюсенькую наклейку вот сюда-назад, потому что мне кажется, что это будет более логично. Вы даже могли бы вот эту наклейку приклеить сюда, и уже потом просто сверху закрыть это пленочкой, вот, а не на пленочку приклеивать, потому что так гораздо удобнее, потому что румяна у вас получились офигенные, реально, румяна классные, особенно если вы любитель таких прям, знаете, каких-то корейских макияжей, любите румяна прям повыше, побольше, и румяна вам хочется и на губы, и на глаза наносить, то это 100% ваш продукт, потому что его можно использовать абсолютно по-разному. Очень понравились, очень зашли. Дальше у нас здесь идут две туши, я эти обе туши уже пробовал, кстати, делал макияж как раз-таки, который был таким трендовым в уходящем году, в 23-м. Это белая века, белые нижние ресницы, белые верхние ресницы, в общем, весь такой предновогодний период макияжа, который был у нас перед Новым годом, мне кажется, он был весь посвящен такому какому-то снежному стилю, чему-то такому, знаете, такая снежная королева из Скайгерды, в общем, все такое, холодное сердце немножко, в общем, все было такое беленькое. И я пробовал и ту, и ту тушь, черная мне тушь понравилась, белая тушь мне тоже понравилась, вообще, в принципе, претензий к этим тушам нет, но, опять же, тут, видите, есть такой момент, я, наверное, не могу всегда на 100% что-то сказать про тушь правдивого, признаюсь вам честно, потому что зачастую, когда ты тестируешь много туши, ты про некоторые туши забываешь, некоторые туши подсыхают, и ты потом ее берешь, она тебе уже не нравится, либо наоборот происходит, и все-таки, как мне кажется, что обзор на тушь надо делать немножко по-другому, надо прям постараться взять ее, открыть и попробовать, знаете, прожить историю этой туши, то есть то, как она себя ведет и работает в начале своего пути, как она работает через неделю, потому что зачастую многие туши, они как раз-таки раскрашиваются через недельку, это, кстати, свойственно как раз-таки люксовым тушам, и посмотреть о том, как себя тушь ведет в конце своей истории, потому что, когда туши подсыхают в тюбе, они начинают потом на глазах немножечко выкаблучиваться, могут сыпаться, но по первоначальным своим эффектам, что белая тушь была очень красивая, и классно она слаивалась и вела себя красиво, что вот эта черная тушь мне очень понравилась, мне знаете, чем она еще запомнилась, эта тушь? Тем, что она была не просто черная, а ультра черная, потому что как раз-таки сейчас на рынке очень много разных белорусских тушь, вот белорусские туши, они немножко страдают тем, что они на глазах серят, особенно, я думаю, если меня смотрят визажисты и те, кто любят делать фотографии для контента, я думаю, вы замечали, что когда ты красишь какую-нибудь белорусскую тушь, она на фотках как будто и немножечко серит, то есть не дает этого красивого бархатного черного эффекта, как раз-таки вот эта тушь, как она называется, капсула, она, кстати, еще смывается такими чулочками, дает как раз-таки вот такой вот прям супер ультра черный эффект на ресницах, поэтому туши хорошие, но опять же, на 100% отвечать за них не могу, потому что прям всю историю этой туши я не прожил, к сожалению. Дальше у нас идет с вами вот такой фиксирующий гель, и как мне кажется, когда я открыл, вот посмотрел на эту щеточку, все хотят повторить успех фиксирующего геля для бровей от бренда Pussy, мне кажется, что можно не стараться повторить его, потому что все равно, мне кажется, у Pussy просто сложилось все воедино, да, там их стиль, упаковка, отдушка, эффект, реклама, подача, которая произошла, и как-то, мне кажется, уже нет смысла гнаться за тем, чтобы повторить какой-то знаменитый продукт, можно постараться придумать что-то новое, и этот гель, он, знаете, он неплохой, он хороший, у него тоже такая прикольная мелкая щеточка, но он все равно не дает такой эффект, как Pussy, все-таки это больше такой классический гель, он не даст вам эффект ламинирования, но если сравнивать его по стойкости, допустим, с Pussy, у меня к Pussy всегда такой вопрос, он изначально вроде бы кажется таким прям суперфиксирующим, суперламинирующим, да, то есть такие прям сразу волчьи брови, но проходит там час-два, и он как будто начинает рассыпаться, и брови начинают опадать. Здесь история наоборот, да, то есть вам будет тяжело изначально прям сразу взять и вычесать прям вот такие вот ламинированные себе брови, но этот гель, он зафиксируется и будет достаточно долго держаться, поэтому это больше история такая ближе к классике. Я уже сразу распаковал вторую косметичку, во второй косметичке вот как раз-таки была еще одна палетка, такая палетка у меня есть, и она, кстати, неплохая, такая достаточно красивая, она больше такая нацелена на какие-то мономакияжи, то есть тут нет оттенков для затемнения, тут больше просто вот какой-то там акцентик, и все, такая вот она холодненькая, красивенькая, и тут, кстати, тоже есть этот голубой аквалайнер, вот, и тоже будьте с ними осторожны, лучше использовать их самостоятельно. Также лежали еще две помадки, они, кстати, очень визуально похожи, но на самом деле вот это матовый тинт, он идет в матовой упаковке, знаете, такой корейском стиле, ну, в общем-то, как оля пудра для губ, а второй, это у нас 3D-блеск, немножечко с эффектом увеличения, ну, таким неярко выраженным, вот, и блески, и вот эти матовые муссы мне тоже нравились, я их уже пробовал, они очень красивые, в общем. И карандашик еще лежал вот такой вот, красненький, тоже водостойкий, гелевый, и я, кстати, не знаю, мне кажется, что он тоже может немножко в контур губ западать. В общем, это все, что было красивого и интересного от BeColor, спасибо вам большое за поздравления, очень красивые подарки, всем этим я воспользуюсь, а если вам интересно, отдельно увидите обзор на линейку BeColor Professional, пожалуйста, пишите в комментариях, и я обязательно сниму видео. Поехали дальше, дальше у меня вот такая вот огроменная просто коробка от бренда Influence Beauty, у Influence Beauty всегда очень красивые рассылки, они всегда очень запоминающиеся, там то светящиеся коробки какие-то, то какие-то кубы инопланетные, то что-то там с органикой, все в каком-то мхе, в общем, всегда очень красивые рассылки, вот такая вот карточка, название коллекции, это у нас, в общем, коллекция посвящена левитации, воздуху, полетам, и в общем всему остальному, давайте сейчас подробненько, быстренько про нее поговорим, хочу вам еще так красиво показать, это главное, чтобы у меня ничего не выпало, вот так вот она выглядит, очень красивая коробка, и очень красивое оформление, спасибо большое Influence Beauty, за то, что вы меня радуете, присылаете мне свои новиночки, мне безумно приятно, так, и что у нас находится в этой коллекции, ну, давайте по-быстрому, тут из таких базовых продуктов, которые есть, мне кажется, в каждой коллекции, это что у нас, это блеск для губ, блеск для губ, блеск для губ, просто прозрачный блеск для губ, просто в разных оттенках, но на самом деле на губах они выглядят абсолютно одинаково, я думаю, такие масла и блески для губ, вы часто встречаете в Influence Beauty, в схожих брендах, типа Vivian Sabo, Stellar, и Beauty Bomb, в общем, ничего такого особенного в них нет, но это хорошие базовые блески для губ, которые, мне кажется, все любят и постоянно покупают, дальше у нас здесь идет Contour Stick, без оттенка, просто Contour Stick, кстати, да, никакого оттенка у него нет, очень люблю классический Contour Stick, по-моему, в первом оттенке он идет в Influence Beauty, и здесь вот такой вот новый Contour Stick, я его, кстати, уже помазал, попробовал, мне, знаете, чем он показался, отличается от предыдущего, этот как будто по своей текстуре, он более прозрачный, он прям такой, знаете, супер-супер прозрачный, мне кажется, для тех, кто как раз таки боится кремового контуринга, можно его попробовать, но будьте осторожны, по моим ощущениям, он такой больше для сухой кожи, он такой прям очень жирненький, так, дальше здесь у нас с вами идут вот такие бальзамы для губ, которые идут вот в таких вот кружочках, да, это же бальзамы для губ, дивенько это все выглядит, и, в общем, вот такой вот бальзамчик, там какие-то микро блестыньки в нем идут, и тут ее два цвета в этой коллекции, один и второй, один такой розоватый, это у нас какой номер был, номер 01, а второй, мне кажется, он прозрачный, но могу ошибаться, а, он такими синими блесточками, просто такой классический бальзамчик для губ, дальше у нас с вами идет вот такая вот палеточка красивая, и я, кстати, эту палетку уже пробовал, кто смотрел со мной эфир, стрим, золотом яблоке, как раз таки, когда мы делали с вами такие предновогодние макияжи, подготовки, я выбрал для работы как раз таки эту палетку, и красил этой палеткой, знаете, чем она мне понравилась, мне понравилась тем, что здесь такие красивые, достаточно зеленые всякие оттенки, всякие истории, и мне в принципе нравятся зеленые макияжи, и мне нравится, что здесь есть как и такие более классические цвета зеленые, да, для каких-то таких более драматичных смоки, так и более такие, как сказать, пастельные, наверное, оттенки, но не супер прям выбеленные, как раз таки для каких-то там цветовых акцентиков, знаете, нюансиков, единственное, чего мне не хватило в этой палетке, это какого-нибудь красивого матового болотного оттенка, потому что тут есть вот такие вот зеленые болотные оттенки, именно сатиновые, есть вот эти вот пастельные цвета, а вот какого-то такого болотного цвета мне в этой палетке не хватило, но палетка неплохая как раз таки для тех, кто любит всякие, в общем, зелененькие акцентики в макияже, дальше, что здесь еще идет, дальше здесь идет вот этот вот тон сыворотка, вот так вот он выглядит, два цвета как я понял что вышло и вы знаете вот по поводу этого тона у меня есть какие-то как так сказать странные предупреждения да это тон и вообще мне кажется первый кто выпустил похоже подобный продукт это был бренд шанель в котором как раз таки были вот всякие вот эти сыворотка шарики и мне было как бы логично понятно почему бренд шанель выпустил в общем такой продукт потому что у них вся вот эта естественная красота там тра-та-та и все остальное потом похоже продукт то он вышел в бренде краски рози им тоже в люксовом таком бренде и мне тоже было понятно да почему они это сделали потому что они тоже такая эстетика там голой кожи и вся остальная история и вот похоже то он выходит в инфлюенс бьюти и вы знаете что мне было непонятно немножечко свои ощущения расскажу как мне казалось что когда бренд инфлюенс бьюти появился на рынке мне показалось что это больше такой профессиональный бренд с уклоном на какие-то там космические инновационные разработки на всякую такую вот эстетику да и с одной стороны да тут есть как бы инновационная разработка что это там тон в шариках и всякое остальное но мне непонятно почему он такой прозрачный я вот честно как допустим визажист в работе практически никогда не покупаю вот такие прям водянистые прозрачные на сто процентов тона потому что ну как то вот они мне просто в работе не нужны это больше такие продукты для самого себя наверное для каких-то своих ежедневных макияжей но не для как сказать нет для уклона в проф вот и как мне кажется что инфлюенс бьюти он ходит в концерн у нас вивен сабо стеллари и всего остального и как бы у каждого бренда есть своя четкая идентификация да то есть стеллари это такие типа девочки кошечки там много нюдовых помад классные карандаши для губ то есть тональные средства сияющим эффектом и все такое туши очень много раз разными эффектами более такой какой-то макияж как бы гламурной видимо создается ощущение гламурного макияжа допустим вивен собой это больше такая ежедневная косметика да то есть там достаточно логичные простые продукты в использовании для создания каких-то там супер натуральных образов да то есть бьюти бомб это что-то такое безумно креативное бешеное тематическое даже возможно подростково-юношеское что-то а вот инфлюенс меня был каким-то профессиональным но если со стороны профессионалов то профессионалы такие тональные средства не покупают потому что они честно в работе наверное именно каких-то коммерческих визажистов кажется бесполезными возможно для тех кто там работает в кино и кому нужно просто супер обнаженную кожу создать возможно не пользуется таким но я как просто визажист таким не пользуюсь к сожалению вот дальше здесь идет и такое жидкое стекло еще для губ для глаз для щек в общем это просто блеск прозрачный который можно наносить все участки чтобы себя подсветить и создать глянцевый эффект и вот что тут было еще интересно что мне на самом деле очень заинтересовало все так запаковано это подводки для губ и похожие продукты я уже у кого-то видел я даже помню у кого я похожие продукты видел у бренда господи с головы вылетела кико вот у кико были маркеры для губ и честно вот эти маркеры для губ у кико это было что-то отвратительное потому что они были все оранжевые на губах но я вот сейчас хватил какой-то первое тена который мне попался под руку это цвет опять же на упаковке не указан а нет указан номер 0 3 и кстати очень красивый цвет я что-то знаете немножечко как сказать зря зря что-то наезжаю потому что я когда пробовал кико вот кико это было ощущение что это был такой обычный маркер детский только такой какой-то полу полу прозрачный а здесь прям знаете что напоминает напоминает как будто это подводка для глаз только вот в таких каких-то нюдовых цветах то кстати фетровый кончик тут не кисточка и это кстати очень плохо потому что фетровые кончики они очень быстро забиваются и вот первое нажатие идет что цвет какой-то разбеленные потом ты его растушевываешь и он вот такой какой-то прям серый как-то больше как не знаю какие-то стрелки можно рисовать на что-то в таком в корейском стиле вот они любят такие пепельные стрелки делать какой-то вот такой вот момент в макияже вот кончик вот он уже как будто пересох тоже как будто пересохший кончик и не знаю надо попробовать эти продукты в работе как они вообще будут работать но как мне кажется что их можно еще использовать и для глаз. Для тех, кто любит какие-то такие вот нюдово-коричневенькие стрелочки. Знаете, именно в корейском стиле надо, короче, попробовать что-то подобное сделать. И также здесь идет такая вот мини-палеточка. У меня такой мини-палеточки не было до этого. Сейчас тут все заклеено, все запечатано. Быстренько ее раскрою и посмотрим, что здесь красивенького идет. Открываем эту мини-палеточку. Вау! А вы посмотрите, что тут. А вы посмотрите, что это такое. Давайте вот так все четыре пальца. Ага, а тут меня ждала подстава, потому что они сухие. Это что такое? Я думал, что это какие-то такие супер жирные, знаете, такие кремовые, как будто тени супер металлические, но они сухие на ощупь. Что это такое? Палетка акваподводок. В общем, это акваподводки с металлическим эффектом. Вот это что-то новое. Ничего подобного я, кстати, и не пробовал. И вот мне, кстати, кажется, что в таких вот продуктах странных, там типа как маркеры для губ, там вот такие вот подводки с металлическим эффектом, есть, наверное, смысл краски инфлюенс бьюти. Вот тут как бы чувствуется, что это что-то инновационное, что-то такое профессиональное, не для всех. Но, в общем, что-то такое интересное. Ну, надо попробовать. Честно, выглядят они очень красиво, блестят они прям очень ярко. Но не знаю, как это будет вообще работать в жизни. Прям интересно заинтриговали инфлюенс бьюти. В общем, вот такая была коробочка от бренда инфлюенс бьюти. Спасибо вам большое за этот подарочек. Он очень красивый, очень интересный. Вот обязательно буду все пробовать. И опять же, если вам интересно попробовать это вместе со мной, то вы пишите в комментариях, мы обязательно что-то с вами вместе создадим. Далее у нас с вами идет вот такой вот красивый пакет, просто с нереальной обложкой. Кстати, кампейн просто шикардосный. Посмотрите, как это красиво выглядит. Очень красивый макияж, очень стильная подача. И это у нас бренд Vivienne Sabo. И коллекция называется Histories, если я не ошибаюсь, вроде бы правильно произнес. И тут у нас, знаете, тоже, опять же, возвращаясь к Инфлюенс Бьюти, Стеллери, Vivienne Sabo, Beauty Bomb. У них всегда очень-очень красивые, интересные пиар-рассылки. И здесь у нас лежит такая вот карточка с этой девушкой. Макияж просто бомбический, просто мега красивый. Не знаю, кто его делал, кто украсил для кампейна, но макияж просто ван лав. Очень стильно выглядит. Вот, и тут идет такая карточка. Соответственно, тут у нас представлена история про все продукты, которые вошли в эту коллекцию. Но уже понятно, что коллекция такая немножечко магическая, немножечко волшебная. И тут еще есть вот такой аксессуар. Я не буду его примерять, но покажу вам, что здесь находится. Здесь находится, в общем, вот такой вот плащ-невидимка на завязочках. Как раз-таки в, как мне кажется, сказать, в такой вот мерч этой коллекции. Тут даже такая бирочка. Здесь написано Vivienne Sabo Paris. В общем, очень прикольно все это выглядит. Мне нравится. Очень красиво выглядит. И косметика лежала вот-вот в таком кулечке техническом. Но я на самом деле понимаю, почему в такой технический кулечек все это положили. Для того, чтобы, знаете, по пакету там, пока ехала посылка, не разнеслось. Конечно, надо было этот кулечек выкинуть, прежде чем вам показывать это все. Но я, честно, в этом ничего такого не вижу зазорного. Мне кажется, что это наоборот, что удобно, что косметика не повредилась. Сюда ехала ровно, четенько. Мне кажется, что, ну, кулечек и кулечек. Давайте кулечек выкинем. Так, и тут у нас на самом деле не так много продуктов в этой коллекции. Есть продукты, которые я уже пробовал. Я пробовал вот это вот яблоко. Это, кстати, не просто яблоко. Похожее яблоко было как-то в Beauty Bomb, но оно было абсолютно другой формулой. Единственное, что было похоже, это вот только дизайн был похож у них. И это яблоко, как же тебя открыть. Яблоко, которое состоит из вот таких вот спаркальных полосочек. Тут прям идет вот эта полоска со спарклами. Идет вот эта вот полоска со спарклами. И идет вот эта полоска со спарклами. И я делал макияж с этими спарклами. Не видите, доохромят. Они такие прям яркие, красивые. И они прям действительно такие прям вот как спарклы. Их можно и на глаза наносить. Единственное, что могу сказать из замечаний вот к этому хайлайтеру. Да, он очень красиво переливается на кожу. Его можно прям очень красиво нанести на глаза и везде. В общем, единственная сама формула вот этих спарклов, блестюничек, она очень-очень такая, прям знаете, сухенькая, такая прям как песочек. И поэтому, если вы хотите, чтобы вот эти вот спарклы красиво держались на коже, то наносите их на неприпудренную кожу. То есть, вот вы нанесли тон, потом берете какую-нибудь веерную кисточку, набираете всю вот эту вот красивую историю и красивенько вот так себе заполировываете скулки. И потом аккуратненько там под глазками где-то припудриваете, как бы неприпудренную зону. Если вы будете стараться наносить на припудренную кожу этот хайлайтер, он будет очень сильно лететь. И, соответственно, ничего на лице не останется. А на глаза я вам бы, соответственно, рекомендовал бы его наносить прям вот на базу, там пальчиками, кисточками, в общем, прям на что-то мокренькое. Потому что сама по себе формула такая сухенькая очень. Дальше у нас здесь что еще идет интересного? Идет вот такая вот палетка с девушкой и волком, или это медведь. Это у нас палетка для лица. Кстати, очень красивая штучка, что тут есть вот такой вот, как сказать, орнамент, да, выдавленный. Потому что, если честно вам признаться, в производстве вот эти вот все истории, где что-то вот выдавленное, что-то вот такое, это достаточно небюджетно. Поэтому выглядит прям красиво. И, как я понял, это у нас идет прям такой контуринг. Это контуринг прям такой, знаете, более холодный. И, соответственно, есть даже еще немножко пудрочки. Но, мне кажется, пудрочку здесь добавили чисто вот для того, чтобы поддержать этот эффект девушки с волком на каком-то фоне. Ну, красиво выглядит, мне нравится. Я даже буду пользоваться им, возьму себе в работу такое. Потому что контуринги у Вен Сабо сухие, у Стеллари, получается просто на ура. Они всегда классно тушуются, хорошо наносятся. Поэтому я уверен, что эта формула плюс-минус та же. Просто вот такое красивое, какое-то магическое оформление. Ну, выглядит реально красиво. Пластик, конечно, не супердорогой, но достойно выглядит. Так, открываем дальше. Дальше у нас здесь с вами палеточка теней. И, честно вам признаться, вот эти тени, которые вот в таких вот плоских у них упаковках идут, я не очень люблю. Мне больше нравятся их тени, которые идут в таких картоновых упаковках. Мне кажется, они как-то более качественные, что ли. И вот даже у них недавно была коллекция, она тоже была вроде в пластиковом корпусе. Но такие они были большие, квадратные. Там были большие круглые рефилы. Там были такие классные тени по формуле. А вот эти, то, что там карты у них выходило, еще что-то. И вот эта палетка, как мне кажется, из той же серии. Мне вот формула у них не очень нравится. Хотя тут очень красивые блестюшки. Вот этот зеленый очень красивый. Вот этот голубой. Но это уже все было. Вот это все было. Это все было, по-моему, в Beauty Bomb. Вот такие вот формулы были. Спаркальные. Ну, симпатично, хорошо. Но не знаю. Вроде бы и гамма моя. Я люблю такие зеленовато-сероватые. Но мне вот как-то запомнилось в голове осадок, что вот эти тени карты мне не очень нравились. И почему-то как-то я вот думаю, что этот, может, мне в работе не понравится. Так, дальше. Что тут у нас интересного? Тут идет вот такой вот блеск магический. Ну, это просто прозрачный тоже блеск для губ. Только с такими холодными блестыньками. Вот такими вот розовенькими. Ну, вы, наверное, их увидите. Это надо вживую смотреть. Ну, в общем, вот такие вот штучки. Дальше жидкие тени. И жидкие тени, я уверен, что мне не понравятся. Потому что я уже на них смотрю. И я вижу, что это такой вот... Такая субстанция, знаете, как клей с какими-то блесточками. Потому что вот прям смотрю и понимаю, что мне такое не зайдет. Потому что что-то похожее пару лет назад выходило... Пежу. Посмотрите, как красиво. И реально, нереально красиво. Я даже знаю, что это за формула, что это за цвет. Похожий оттенок. Вот похожий по своей структуре и свойству. Есть в коллекции Influence Beauty. Там такие красивые серебряные тени. Я даже как-то делал макияж. Вот с такими прям серебряными веками металлизированными. И это были офигенные тени. И это, мне кажется, что это тот же самый... Или тот же самый оттенок. Или может быть чуть-чуть позеленее. Как будто с оливковым батоном. Оттенок очень красивый. Но это тени не подложки. То есть это больше, знаете, такая история. Ими можно нарисовать, как там какие-то... Он у меня уже сломался. Смотрите. Я его один раз закрыл. А второй раз я его открыл. И у меня вылетел ограничитель. Я надеюсь, что это я сейчас починю. Но посмотрим. Да, починилась. Ну ладно. Совсем бывает. В общем, и вот такими тенями можно нарисовать какие-нибудь, знаете, металлизированные стрелки. Либо вот полностью прям все века закрасить. Но это не подложка под тени. Потому что, ну это такая история. Она все равно немножечко такая, как будто со спиртиком в составе. Он выветривается. Остаются вот эти вот блестки. Видите, они такие достаточно стойкие получаются. Но века все равно подстягивает. Поэтому это больше вот как такой, знаете, такой клайнер можно блестяще использовать. Как-то так. Вот. И второй цвет у нас идет такой вот светленький. Вот почему-то мне кажется, что это тоже. Вот. Но это вот история, которая мне не нравится. Как раз таки, потому что что-то похожее было пару лет назад в коллекции Stellar. И это такие, как будто жемчужно-желтоватые, такие лунные тени кремовые. И вот они тоже похожи по своему свойству. Но они за счет этой белой подложки, как будто на глазах, выглядят немножечко плешивенько, как мне кажется. Дальше у нас здесь идет такой бальзамчик для губ. Он такой прозрачненький. И с такими микро-микро блесточками. Мне кажется, один момент был тренд таких бальзамов на Алиэкспрессе. Их было очень много. И дальше лежит две такие штуки, которые я даже не буду открывать вам. Потому что там они зафольгированы, закрыты. Я уже так заглянул. В общем, это просто глиттеры, которые находятся в клее. Которые можно куда-то там добавлять. На брови, я не знаю, на щеки, на скулы. Но я такие штуки никогда не использую. Потому что я что-то как-то их побаиваюсь. Вот. И в общем, все. В этой коллекции у нас было все. И давайте дальше с вами продолжим распаковку моих подарков. И у меня есть еще один большой такой мешок. Вот такая вот сумка. Кстати, сумка очень удобная. Я сегодня с этой сумкой уже гонял на тренировку. Я просто выложил из нее подарок. Не смотрел там, что лежит. А сумкой уже воспользовался. И это вот такой вот подарок от концерна Градиент. Потому что в концерн Градиент входит очень много брендов. Той же самый там Influence Beauty, Vivian Sabo, Stelary. Это все входит в Градиенты. Это был как раз таки новогодний подарок. И тут, кстати, есть какие-то бренды, которые для меня вообще какие-то инновационные. Потому что я, допустим, не знал, что у Градиента есть шампуни для волос. И я как понял, они, возможно, не являются непосредственно производителем этой шампуни. А, возможно, являются представителем. То есть дистрибьютором этого. Потому что здесь есть вот такие корейские зубные пасты и шампуни. И зубные щетки корейские. И что-то тут. А, ну вот смотрите, поляточка Influence классическая. Тут, в общем, подарок, который собран из всех брендов, да, которые входят в концерн. Также тут есть БАДы. Вот такие вот всякие успокаивающие. Что-то там с Омегой. Вот такое. Я, честно, я даже не знал. Я знал только про декоративную косметику, про бренды. А про то, что сюда входят еще такие бренды, я не знал. Тут, кстати, еще есть еда для собак. И, кстати, это очень классно. Потому что я, наверное, сегодня как раз-таки Монику с Филиппом и угощу. А то они, знаете, рядышком тут сидят, наблюдают, думают, боже мой, а что мне подарили. Градиент позаботился и прислал такие вот подарочки для Моники с Филиппом. Лео Люси, Джуси Люси. В общем, даже не знал, что это входит в концерн. Дальше здесь еще вот такая вот тоже масочка корейская. Я, знаете, как определяю, что, наверное, они не производители, а дистрибьюторы. Потому что здесь есть наклейка с переводом. И тут есть вот этот вот значок нашего стандартного, как это правильно сейчас объяснить. Ладно, даже не буду пытаться. В общем, я понимаю, что это, скорее всего, именно корейский какой-то бренд, который просто градиент представляет в России. Вот так. Вот, и тут еще БАДы, еще таблеточки. И что тут еще есть? Еще у нас лежит, кстати, вот эта знаменитая пудра подсвечивающая, мне кажется, одна из самых классных подсвечивающих пудр от Event Sabo. Тут еще есть угощение, теперь только для котиков. И что тут еще? Еще масочка вот такая корейская. И еще лежат вот такие вот, это что у нас, скорее всего, маска для губ, да, от Influence. Тушь, кстати, вот эта классная от Influence. И вот такая тушь Fantastic от бренда Vivienne Sabo. Такой вот целый мешок подарков. Очень классно и реально интересно узнать, что у градиента есть еще вот такие вот какие-то новые бренды, которые я вообще еще не видел ни разу. Так, я покажу вам теперь мой предпоследний подарочек, который у меня есть. Это вот такая вот красивая коробка. Это у нас коробка от бренда RAD. Очень стильно все оформлено тут с такими шнурочками. И вообще у бренда RAD, знаете, что меня цепляет? Меня цепляет их концепция бренда. Если кто рассматривал внимательно, то эти всякие картиночки, такие мемчики. Какие-то все они такие милые, молодежные. И кажется такими какими-то прям, знаете, вот я не знаю, как будто это тренд из моего детства почему-то. Я вот смотрю на это, и мне кажется, что вот в моем детстве вот это все было каким-то модным. И мне это как-то, знаете, откликается. В общем, в дизайне, в упаковке, в оформлении этого бренда. Прям прикольно, в общем. Давайте разрывать, конечно же. Смотреть, что здесь у нас находится. Добротно все заклеено. Чуть-чуть вам ASMR тут сделаю, простите. Так, распаковываем. Кстати, как вы подарки раскрываете? Я вот так всегда раскрываю, рву их просто не щадя. Так, и дальше открываю и смотрим. Вау! Смотрите, вот такой вот наборчик. И тут прям куча-куча всего. Тут лежат, кстати, киндеры. Давайте, в общем, все под порядку. Вам буду показывать, что здесь находится. Очень прикольно. И вот, кстати, про мемчики, про которые я говорил. Там, допустим, малой лицом упал в торт. И что-то вот такое. Кстати, что это у нас за продукт? Это у нас крем для тела. Ну, понятно, да? То есть, малой уж какие-то сливки. Тра-та-та. Ну, как-то, короче, вроде бы есть рисунок. Какой-то ассоциативный ряд у тебя сразу рождается. В общем, прикольно это все. И мне очень нравится бренд Рат. И мне нравится, что у них всегда качественные упаковки. У них очень качественное оформление. И мне нравится, что бренд, он такой доступный. То есть, доступный и реально с хорошими продуктами. Вот, мне у этого бренда нравится и тональный, который у них есть. То есть, кто-то пробовал его с желткой крышечкой. Мне нравятся. У них, кстати, туши цветные. Офигенные. У них, мне кажется, самая лучшая розовая и белая тушь, которую я просто встречал в своей жизни. Она реально очень качественная. И упаковки. Посмотрите, какая классная, хорошая, качественная упаковка. Давайте послушаем. Понюхаем. Мне кажется, должно пахнуть вкусно. Очень вкусно пахнет. Пахнет, знаете, я не знаю, почему. Может быть, у меня уже какая-то ассоциация в голове. Но для меня почему-то пахнет каким-то детством. Знаете, какими-то шампуньками детскими. Если кто вас помнит, раньше был бренд Дракоша. Там, зубными пастами и всякими гелями для душа. И вот какой-то такой вот запах. Очень приятно. Очень вкусно. Мне прям нравится. Буду пробовать. Так, дальше у нас тут мужичок, который занимается йогой. И это, скорее всего, что у нас будет гель для умывания лица. Соответственно, опять же, ты смотришь на этот мемчик. Думаешь, там занимаешься йогой. Значит, что-то утреннее, что-то для умывания, что-то бодрящее. И тут у нас идет вот такой вот гель. Вот с этим же дядечкой. Ну, прикольно же, прикольно. Мне кажется, как концепция. Ой, чуть не уронил. Тут у меня полет не произошел. Как концепция для бренда. В этом, в общем, что-то есть такое. Мне кажется, как раз-таки, может быть, бренд, когда это создавал, хотел сделать что-то для молодежи. Но это почему-то больше откликается у меня, у 30-летнего. Потому что, как раз-таки, мне кажется, в мою эпоху были всякие вот эти вот мемчики. Так, поехали дальше. Тут у нас еще какая-то штука уходовая. Так много уходовых продуктов у них вышло. Я даже не знал. Я больше как-то по декору был знаком. Крем для лица. И у нас здесь лежит кенгуру. Не знаю, почему здесь кенгуру. Но, возможно, может, там какой-то экстракт кенгуру. Поэтому кенгуру. Вот такой вот кремчик в упаковочке. Дальше что тут у нас лежит? Дальше, дальше. У нас тут идет сыворотка для лица с молочной кислотой. И тут у нас кролик, точнее говоря, мужчина в маске кролика. Так, смотрим. О, хорошая упаковочка. Смотрите, какая хорошая с пипеточкой. Красивенько все. Дальше что тут у нас лежит? Дальше у нас тут лежит сыворотка для лица с АХБХ кислотами. В общем, да, что-то отшелушивающее. Тоже вот такая вот штучка с пипеточкой. Красиво. Хорошо выглядит. Блин, реально классно. У них так много ухода. Я даже не знал, что у них так много ухода. Дальше здесь лежит вот такой вот кремчик. И это, знаете что? Это, на самом деле, такая мочалочка. И она сделана в виде их жидких кремовых румян. Потому что у них есть кремовые румяна, такие гелевые. Они как раз таки идут в такой упаковке. А это плетеная такая вот штучка. Это, как сказать, как мочалочка. Не знаю, мне кажется, может для умывания лица. Еще для чего. Потому что она к крему подходит. Хотя такой мочалкой, мне кажется... А нет, она мягкая, мягкая достаточно мочалочка. Дальше у меня здесь идет такая масочка утренняя. И что тут еще идет? И идет куча киндеров. Вот такое вот поздравление от бренда RAD. Очень приятно. Спасибо большое. Я всегда рад попробовать ваши продукты. Мне, знаете... Но все равно бренда, он должен нравиться вам со всех сторон. Не только там по своим свойствам. Да, потому что все равно, мне кажется, сейчас бренды по большей степени уже перестали делать прям плохую-плохую, ужасную косметику. Поэтому ты как-то бренд оцениваешь в общем, чтобы тебе и концепция нравилась, и ароматы, и стили, и подачи, и, конечно же, составы. Вот. И, в общем, тут еще куча таких киндеров. Так что спасибо бренду RAD. И у меня остался последний подарочек, который я сделал сам себе. И хочу вам его сейчас тоже показать. И припас я на финал. Вот такую палеточку от бренда Patrick Ta. Эту общую палеточку я подарил сам себе. Получил ее вот абсолютно недавно. Уже после новогодних праздников она ко мне приехала. И это его новая палетка, которая полностью матовая. Называется она Major Dimension 3. В общем, вот такая вот красивая палетка. Но я ее уже раскрыл, естественно, чтобы проверить, что она не разбитая. Пришла целая. И когда я ее открыл, я не знаю, почему я ее купил. С чем была вообще связана моя покупка? Потому что она вот вся матовая. И какая-то она суперобычная. Мне кажется, что у меня таких палеток просто тысячи миллионов, миллиардов палеток. Да, прикольно, что тут есть вот эти кремовые тени, коричневые, черные. Но почему-то мне кажется, что я как-то погорячился с покупкой. Конечно же, я сделаю макияж. Но она такая, знаете, вот этот верхний ряд прям такой рыжий. Второй ряд, конечно, более холодный. Но почему-то мне кажется, что у меня миллион таких палеток. Но для коллекции. Для коллекции пускай будет. Потому что у меня есть все его палетки. Думаю, лишнее не будет куда-нибудь пригодиться. И вот такой вот у нас был сегодня с вами обзор. Открыли мы с вами и косметику, и всякие штуки для умывания, и теньки, и шоколадку. Я тут уже киндер съел, пока готовился вам рассказать про палетку. И собачий корм нам пришел. В общем, кстати, очень приятно, что реально столько много разных прикольных рассылок и подарков было. Я надеюсь, что вам понравилось провести со мной время. Вы не забывайте подписаться на канал. Не забывайте поставить пальчики вверх. А я вас буду ждать в новых видео. Так что до скорой встречи. Пока-пока.